Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я Аверворт, вы на канале Авергейминг, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную группу названием BMNG Drive этой серии, продолжая прорывку экспериментов, собственно, и как же у нас давно не было видеороликов с самолётом, а вы спросите, где самолёт, а в... точнее, не тут, хе-хе, Павер потерял самолёт, ну бывает, в принципе, да, вот, собственно, вот он, да, стоит тут в аэропорту, правда, в какой-то неправильной раскраске, я ему раскраску забыл нормальную какую-то заменить, ну ладно, в принципе, думаю, что... Не важно, и в такое тоже нормально полетаем, в принципе, вот наша самая главная сегодняшняя цель, это самолёт, но наша цель, собственно, то, чем мы будем управлять этот самолёт, а вот то, почему мы будем стрелять из этого самолёта, вот, находится как раз-таки вот здесь, собственно, вы уже, да, видите, внутри этого контейнера находится огромнейшее количество пропана, которое мы сегодня будем, как вы уже поняли, конечно же, конечно же, подрывать, собственно, да, у нас есть такой дальнобойщик, у нас есть ProECE-платформа, на котором стоит контейнер, в котором находится огромнейшее количество пропана, собственно, наша сегодняшняя задача в этом самолёте получается уничтожить этот эту фуру собственно вот так скажем мы как бы у нас задание особо уничтожить уничтожить да эту фуру получается это какая-то допустим теоретическая фура кота должна привести огромный шиклического взрывчатка какое-то определенное место из которого потом будет совершен какой-нибудь допустим теракт но наша задача собственно его предотвратить и конечно же уничтожить эту штуку и так принципе я думаю что можно наконец-то снова переключаться на самолет вот он собственно у нас да и наконец-таки нажимаете на и и конечно же да и беги все да он у нас получается поехала надеюсь что у нас скажем не будет творить никакой херни потому что все таки как мы сами знаем трафик бим и же драфика очень непредсказуемая штука принципе вот он уже куда-то у нас не в ту сторону в которую предполагалось поехал он зачем-то съехал у нас сюда получается вниз и получается серьезно ты просто съехал вниз чтобы потом поехать сюда на назад наверх ну ладно допустим принципе нам уже даже лучше потому что он от нас далеко не убежит наш сегодняшняя задача с помощью собственно стрельбы артиллерии так скажем и с помощью этих двух помощников собственно уничтожить эту фуру собственно опять же когда же как я уже говорил наша самая главная задача это обезвредить и так скажем предотвратить теракт возможно так что мы как бы должны с этим задачей справиться потому что как бы не предотвращение этого всего дела может привести к очень печальным последствиям так что нужно обязательно все это дело на скажем воспроизвести и так наша фура должна находиться вот ну еще наверное даже не здесь скорее всего да они то почти ага вон он вон он вон он вон он летит едет точнее мы получится уже можем снижать потихонечку нет тягу потому что есть большая скорость не нужно на большой скорости очень сложно прицеливаться и как бы дать прям после разворачиваемся до должен быть попутно вместе с ним и да скажем его расстреливать да нам нужно его уничтожить как бы нашу то чего не захватить а наша задача его уничтожить так что применяться сегодня у нас будет а скажем оружие артиллерия во первых может быть потом даже бомбы и так принц вот уже мы выровнялись примерно по нему и можем даже начать не по нему немножко стрелять так 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 о о о все авер красавчик авер даже не тренировался перед этим вообще никаким образом и у нас получилось это фуру сразу с первого раза подобрать так что еще хотела вообще на самом деле проверить и вообще в принципе возможно ли пробить с помощью от обычной артиллерии самолет а получается ну толсте не реально контейнер пока мы сами знаем что контроль не делаются очень прочного толстого металла но тем не менее до получается нео столько нужность прочность и то чтобы на площади получается там артиллерию снаряды и из самолет то собственно и при сегодня три раза прострели этот институт короче внутрь ему звiß огромнейшая крыльиц взрывчатки но тем не менее все-таки и настольку ёж прямо слабенький этот металл потому что получится все такое все дело внутри там огромнейши листов взрывчатки башнул 12 баллонов пропана она коп Samsung со это дело внутри все это делает взорвалось已經 реально очень серьезно . взорвалось но тем не менее получится фура проведения почти получила и может продолжать и и собственно ехать дальше получается наш террорист как бы воители этой фуры который должен доставлять увидеть всю этой взрывчатку у нас остался в живых. как бы да и его теперь вообще желательно замер задержать ваш принципе даже понимать даже без жертв обошлось получать смотри здесь у нас даже как бы вроде как никто даже не ехал у нас получается нет даже тут кто-то ехал то есть у нас получится в самом пицентре взрыва если не пострадал от фура то думаю что поблизости машин душ точно бы не пострадали так что принципе максимально безопасно устранение всего этого дела и даже бюджет получается только лишь так скажем задействовать наши как бы правоохранительные органы собственно полицию например и как бы задержать просто ту фуру как бы все да потому что после обезвреживания взорваться уже не может у нас уже отдельно взорван так что да все остается только чего захватить нужно в принципе у нас получается получилось первый вариант нашей ситуации как бы максимально успешный просто мы так скажем его обезвредили и теперь остается как я уже говорил правоохранительным органом только для чего остановить и как бы добивать мы его не будем наша цель не убить а обезвредить именно поэтому мы так скажем таким образом собственно действием ну что ж в принципе вот такая операция прошла очень даже успешно можем спокойненько себе возвращаться в наш аэропорт но тем не менее все таки думаю что мы сможем попробовать еще раз и как-то скажем посмотреть у нас будет если мы например попытаемся туда скинуть нашу бомбу которая находится на собственном воде ну что в принципе я получается отправляюсь переспаунивать это дело и возвращается в этом же воспроизводить вторую попытку нашей ну и в принципе вот я уже все переспаунил и мы можем снова вылетать на наше спец так скажем задание вот он конечно же у нас едет вместе со всеми своими этими припасами так скажем опять же он какую-то какую-то херню зачем-то съезжает вниз тем самым нам так скажем даже с какой-то стороны помогая потому что он замедляется получается недалеко от нас не уезжает как бы да ну а на принципе нам же нам же лучше на самом отделе от этого и так в принципе теперь можем даже взлетать и уже убирать шоссе принц вот идет воспроизведено отлично и также поводу кстати еще предыдущей ситуации вообще честно не верю что мне могло получиться там с первого раза без тем более без тренировки без всякого самка скажем без подготовки к этому всему делу без было опять же по какие-то попыток перед записью самой да я смог так даже он прям спирально с первого раза по нему вот так вот попасть и вот это же обезвредить первого раза ну это мне кажется мне просто очень и очень сильно повезло так что принципе думаю что дальнейшие попытки имеют какой-то слезу да и в принципе тем более сказал что в этой раз в этот раз да мы будем использовать бомбы это намного сложнее но тем не менее может быть даже в это стране эффективно чтобы как я уже сказал мне предыдущий раз просто очень сильно повезло и попасть прям вот этим вот снарядами артиллерийными по нему общем максимально сложно с бомбами будет еще даже посложнее и принципе она на самом деле эффективнее пошли теперь нам нужно обязательно попасть не в одну какую-то определенную точку с этими пропанчиками а просто рядом будет достаточно чтобы эта бомбочка тоже взорвалась и попутно взорвала все что находится рядом а именно эти пропанчи и так принципе теперь мы идем заново на разворот потому что увидел что находился под намика находится прямо под нами быть прорядка пусеца скажем как вы все понимаете не можем ведь нужно теперь слегка даже сделать еще один пучка за круг чтобы на христиан голов зайти и так вниз вот у нас получается находится вот здесь вот мы принципе него сейчас сбрасывать бомбы не будем мы находимся сейчас к нему слишком находились точнее высоко нам нужно сделать еще один получается круг потому что нужно нужно понимаете не спешить в этом деле главное не спешить просто выжидать какой-то удобного хорошего момента и пости и стрелять как бы и сбрасывать бомбы уже предыдущий раз как я сказал мне очень повезло именно с моментом и с принципа с тем что с мной на прицеле так что да и принц вот кстати кстати уже донки неплохой у нас возможен принципе шанс сбрасывания бомбы и так в принципе вот мы сбраснение это плохой очень 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 плохой вариант событий потому что ну я летела слишком низко во первых мои ошибки сейчас будем анализировать мои ошибки вообще что принципе я сделал в этот раз не так подождите скажем ошибок я уже как вы уже понимаете было довольно таки много итак у нас конечно же он остался невредимый почему-то ну ладно допустим допустим осталось невредимый допустим как вы уже предыдущей страции какие-то наши спецслужбы которые могут его задержать его содержит правда скажем почему в принципе да он нас поехал дальше но теперь рассказываю про мои ошибки во первых я летел слишком низко и опять же как пусть я только что говорил что главное в этом деле не спешить я все равно поспешил потому что ну блин я посчитал что там будет очень хорошая ситуация но потом когда уже начал сбрасывать бомбу я понял что я лечу уже уж слишком низко и уже как бы но теме я уже сбросил бомбу уже было поздно как бы что-то менять так что вы скажем эта бомба задела и меня именно поэтому самолет разбился с кейсу пилот погиб в отличие кстати от террориста как бы вы пусть и взрыв произошел прям вот рядом с ним как бы да в самом деле понимаете насколько эти бомбы мощные потому что как бы я пусть летел на самом деле пусть и низко но все равно довольно таки высоко как бы конечно да согласен какая-то автология какая-то даже некоторого не под татал он такой это нелогичное высказывание обыaja esario слишком низком достаточно высоко ну как-то нелогично анkal очень и важно потому что вы поняли принципе или тел достаточно низко чтобы заборами я все-таки задело и тем не менее и поэтому я разбился вот так получилось поставь мне все равно у нас с нашим зданием получается наш за не выполнен а мы обезвредили террике кругу попустили с одной жертвами именно пилот этого самолета вот тем не менее мы их обезвредили к выликаку мы понимаем чтоsti все-таки по ним стрелять. Но, тем не менее, стрелять не всегда получится, потому что, как я сказал, в предыдущий раз мне просто очень не повезло. Ну что, в принципе, давайте все-таки повторим такую ситуацию, только в этот раз попробуем сделать так, чтобы пилот не взорвался. Опять же, наш дорогой дальнобойщик-террорист запущен. Он у нас от нас уже убегает, получается, и мы снова, снова пытаемся его догнать. Итак, как обычно, взлетаем с нашего такого типа военного аэродрома на уже самолете в много другой раскраске, а именно Royal Air Force, в принципе, чем бы и нет. И, получается, можно на нем теперь даже очень даже скоро взлетать, потому что взлотная скорость получается 180 км в час. Итак, вот, мы даже 190 набрали, в принципе, чем бы и нет, неплохо. Взлетаем, значит, взлетаем и передвигаемся, передвигаемся в сторону этого дальнобойщика. Итак, взлетели. Ждем, когда там что-то у нас произойдет. Итак, во-первых, давайте вот так вот идем. Так, вот он, в принципе, у нас есть. Кстати, он должен быть примерно, кстати, у нас примерно вот здесь уже. Должен быть примерно вот здесь. Вон он, вон он. Мы его видим. Мы его вместе с вами видим. Мы делаем круг. И в этот раз я постараюсь прям максимально не спешить. Как вы уже поняли, да, это еще одна попытка сбрасывания бомбы. Не стрелять сегодня. В этот раз мы тоже стрелять не будем. Но, тем не менее, будем сбрасывать бомбочку. Итак, разворачиваемся. Максимально спокойно. Максимально спокойно. Собрано. Сосредоточившимся. Пытаемся его обезвредить. Итак, в принципе, скорость 360. Ну, он таки большая, но тем не менее, думаю, что он неплохой. Так, ну, нужно теряться повыше. Повыше. Как мы помним, нужно теряться, конечно же, повыше. И сейчас попробуем сбросить бомбочку. Так, так. Все равно высоко, мне кажется. Но если мне... И так, 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 так. Кстати, смотрите. У нас, в принципе, бомба взорвалась прямо перед ним. Мы даже как-то слишком поздновато, получается, сбросили бомбу. И... О! Нифига себе! У нас спецоперация опять наша выполнена. Мы, получается... Ну, так сказать, мы его, конечно, не обезвредили. Скорее всего, мы даже не знаем. Может быть, даже, получается, водитель этой фуры у нас, может быть, даже погиб. Может быть. Итак, давайте только в нормальное время сделаем. Итак, в принципе, вот. У нас, получается, эта фура может дальше продолжать движение. Скорее всего, он, может быть, даже не погиб. В принципе, конечно, взрыв был мощный. Прилетел по нему очень и очень неплохо. Прямо, что реально... Ну, передняя часть нашего мана прям плоской стала. Прямо реально плоская. Но, тем не менее, у нас, получается, спасти всех, кто могли бы подвержить... Быть подвержены терроризму. Мы смогли спасти, потому что, получается, фура уехала дальше вперед. Наш самолет, как бы, может развернуться и, в общем, добить эту... Эту фуру, если с этим случат, к которым ее подорвать. Или же сюда уже могут подоспеть спецслужбы и отцепить, в общем, район этой... Это, в общем, огромной бомбы в виде такого контейнера. Потому что, ну, как бы... Ее взорвать уже, наверное, нельзя. Хотя нет, может быть, даже взорвать можно. Но, тем не менее, все равно она уже не прицеплена никому. И она уже остается на том месте. И вернуть за ней уже точно не вариант, в общем. Потому что, скорее всего, оказали все только спецслужбы, которые только возможны. Но осталось только еще просто остановить этого нарушителя. Да, и, так же, он его тоже обезвредит. Только что он самолет упал, потому что я совсем отвлекся на рассматривание повреждений. Ага, ага, у него тут еще что-то произошло. У него что-то колеса все спустило. Да, у него что-то спустило все колеса. Ну, бывает, бывает. Может быть, он на какую-то из наших частей наехал. Хрен его знает. Ну, ладно, в принципе, это уже не особо важно. Так как все-таки мы со своей задачей справились. Мы смогли подорвать, уничтожить, получается, этот, собственно, прицеп. Ну, что, собственно, серийка была у нас сегодня такая, да, ну, таки, короткая, получается, да. Согласен. Совсем реально короткая, но всеми не ладно, ничего страшного. Надеюсь, что вы меня за это не обидите. Не более, что эта серия выход должна была выйти вообще вчера, получается, в среду. А сегодня уже четверг. Я записываю ее только. Или в четверг уже почти 15 минут, кстати, да. Но, в принципе, да. Я извиняюсь, что в последнее время с роликами у меня все очень плохо, потому что я, как бы, и... Ну, пытался как-то я почистить комп, пытался это почистить, потому что мы потом Transfer 2 для вас записать. Честно, я не знаю, получилось или нет. Мы еще пока что не пробовали записывать, но сегодня, опять же, будем сегодня пробовать. Наконец-таки записываю Transfer 2. Если у нас будет, опять же, то же самое, та же самая проблема с записью Transfer 2, собственно, как и была до этого, то я постараюсь, как бы, повостанавливать запись, как-то так смотилось. Ну, короче, ролик в пятницу и воскресенье по Transfer 2, по последние две серии по LP3 точно выйдут, так что, обязательно, ждите, собственно. Ну, сегодня такая у нас особо такая, ну, обычная серия по BIM и G-DRAF, известно, такая у нас получилась. Ну, даже необычная, просто целиком даже украшенная, потому что, как бы, в принципе, вроде как все ситуации мы смогли рассмотреть, как бы, и подорвали его, и, точнее, подорвали этого террориста, да. И с помощью артиллерии, и два раза с помощью бомб, и, в принципе, да, думаю, что нет более смысла, смотря на то, что у нас здесь может происходить, в принципе, да. Можете, кстати, также еще передать какие-то свои идеи, в комментариях, будет очень интересно почитать, может быть, что-то интересненькое даже я буду использовать для будущих роликов, в принципе, чем бы и нет, так что, можете, в принципе, написать. Ну, в этом серия-то будет потихонечку заканчиваться, собственно, всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, это очень важно, я вас за меня лучше не поддерживайте, мотивируйте, короче, делайте мне очень приятно. Спасибо большое всем, кто это делает, но всем вам! Я желаю удачи, и всем пока!